Четверых организаторов несанкционированного митинга в Алматы привлекут к административной ответственности. Им грозит штраф, сумму которого определит суд. В минувшую субботу конфликт между жильцами домов обернулся гибелью человека. Люди перекрыли дорогу и не пускали машины. В итоге между водителем и участником акции произошел конфликт. Удар для водителя стал смертельным. Но и сегодня жильцы продолжали шуметь. Подробности у наших корреспондентов. «У нас где дворовая территория? Где нашим детям ходить?» Вот уже второй день конфликт на улице Короленко в городе Алматы не стихает. Жители многоэтажного жилого комплекса и пятиэтажки напротив никак не могут договориться. По словам жителей, проблема назрела давно, но до трагического случая, произошедшего в эту субботу, на нее почти не обращали внимания. «Это типок белый». 11 июня жители одного из домов вышли на несанкционированную акцию. Протестующие выстроились в ряд и закрыли движение машинам. В результате конфликта участник акции нанес одному из водителей удар. Тот упал и умер. В полиции сообщили, что подозреваемый сейчас в изоляторе. Ведется расследование. Четверым организаторам грозит штраф. Вместе с тем информируем, что еще четыре организатора несанкционированной акции привлечены к административной ответственности. Собственники квартир с 2019 года требуют огородить их двор от проезжей части. Ведь подъезды выходят прямо на дорогу. А со строительством нового жилого комплекса машин стало заметно больше. Люди жалуются на отсутствие тротуара для пешеходов, детской площадки и парковочных мест. Я вчера останавливала машину, чтобы женщина с ребенком могла перейти дорогу. Это первое. Настолько плотно стоят машины, что я не могу пройти к своему дому. Жители же жилого комплекса возмущены тем, что сейчас улица общего пользования перекрыта шлагбаумом. И теперь проезд перегорожен для всех, кроме жителей пятиэтажки. Мне создают препятствия путем установки шлагбаума на каком основании. Какое возможное решение – поставить шлагбаум и выдать ключи жителям близлежащих домов, электронные. Мы на этот компромисс, в принципе, согласны. Но их этот вариант не устроил. На вопрос жителей, почему дома построили так близко друг к другу, в юридическом отделе компании застройщика отвечают, что все нормы выдержаны. Мы частная компания, наше дело построить ЖК. Согласно всем доказательствам, норма, мы его построили, все документации у нас имеются. Конфликт между жителями на данный момент остается нерешенным. А такимата города Алматы ответ на запрос пока мы так и не получили. Полина Булава, Владислав Шишко, информбюро Алматы.